МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Цифры». Многие наверняка слышали фразу «количество перерастает в качество». А так ли это на самом деле? В 2008 году Малкольм Гладуэлл написал в своей книге «Гении и аутсайдеры оправили 10 тысяч часов». Такое количество времени человеку необходимо практиковаться в том или ином деле, чтобы достичь успеха. То есть, чтобы достичь успеха, необходимо прежде всего усердие, а не врожденный талант. Однако научные работы последних лет команда ученых во главе с Брук Макнамара показывают, что интенсивные тренировки – это лишь один из факторов, влияющих на формирование выдающегося спортсмена. В последнем номере журнала «Перспективы психологической науки» Макнамара и ее коллеги опубликовали результаты исследования, проведенного методом метаанализа. Рассмотрев 33 работы о связи между практикой и успешностью спортсменов, они сделали вывод, что целенаправленные тренировки обеспечивают лишь 18% успеха спортсмена, вне зависимости от вида спорта. Это исследование подтвердило результаты, полученные учеными двумя годами ранее. Тогда, проанализировав 88 научных работ, они также выявили, что целенаправленная практика определяет лишь 4% успеха в учебе, 21% музыкальной деятельности и 26% в играх различного рода. Кроме того, в последнее исследование Макнамара показало, что значение усердия снижается с ростом уровня подготовки. У спортсменов мирового класса тренировки определяют лишь 1% от конечного успеха. Еще один важный вывод. Ученых человеку совсем не обязательно начинать заниматься спортом с детства, чтобы стать профессионалом. Оставшиеся 82% успеха, по мнению Макнамара и ее коллег, определяются следующими факторами. Личными качествами и усердием, предрасположенностью к травмам и срыву вследствие сильного эмоционального напряжения, особенностями координации и наращивания мышечной массы, ростом, отношением человек к конкуренции и показательным биодовомакс, отражает максимально возможный объем потребления кислорода во время упражнений. Макнамара и ее коллеги не считают, что практик нужно совсем забрасывать. В ответ на новейшие исследования команды Макнамара, профессор психологии Университета штата Флорида Андерс Эриксон указал на то, что ученые уравняли в своей работе все виды практик. Он считает это большой ошибкой, так как, например, для профессионального музыканта важную роль в развитии навыков играют именно самостоятельные занятия. Эриксон и в целом придерживается принципиально другой точки зрения, что краеугольным камнем высоких достижений является прошлый и настоящий опыт. Можно долго спорить, рождаются гениями или становятся, но действительно глупо отрицать то, что случайные обстоятельства жизни во многом определяют профессиональный успех. В 2004 году канадские ученые Джозеф Бейкер и Шон Хортен, изучив предыдущие исследования факторов, влияющих на успех спортсменов, сделали такой вывод. Даже генетическая предрасположенность вместе с обучением в самых благоприятных условиях не гарантирует успех. Одним словом, жизнь слишком непредсказуема, чтобы можно было ее спрогнозировать. С вами была программа «Цифры». Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok